Доброе утро, дорогие мои! Продолжаем катать Евротрак Симулятор 2, версия 1.43. С вами Олег Драгер. Давай в дорогу! Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Нахожусь я в Украине, город Хмельницкой, и еду в Чернигов. Везу с Румынии, дай бог памяти город-то. Так, Хулидуара. Да, везу 20 тонн картонной тары. Да, 20 тонн все правильно. Нас ждут в понедельник до 10 часов утра, а мы уже сегодня будем на месте в воскресенье. И если повезет, если появится груз, после обеда отправимся, наверное, уже с новой доставочкой дальше куда-нибудь там, куда нас судьба-судьбинушка забросит. А поедем мы вот на таком красавчике Ford F-Max. Грузовик. Нет, блин, легковой автомобиль, да? Вот такой тягач грузовой турецкого производства. Очень красивый автомобиль. Автомобиль 2019 года. Да, всех европейцев уделал. Так, 500 лошадей. Кабина очень большая, комфортабельная, высокая, больше двух метров и очень-очень широкая. Ну что, друг мой? Начинаем движение. Так, я уже позавтракал. Встал раненько, еще четырех не было, попил кофе. И все, можем отправляться, можем отправляться в дорогу. Так, что у нас тут? А, 18 градусов. Ну, не жарко, но и ни хрена ни разу не холодно. Так, за всю ночь так никто за мной и не встал. Сейчас выходим с заправки и отправляемся дальше. Едем до Чернигова. Никто тут ко мне не пристал с вопросами. А шо ты маскалика тут делаешь? Будем считать, что это уже послевоенная Украина. Прямо образец вежливости. Ну, благодарочку коллеги кинем. Большое спасибо. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Большое-большое спасибо. Миллиметраж, ебут. Так, тут что у нас, типа кольцевая дорога. Приготовьтесь к повороту направо. Уже готов. Поверните направо. Уточка ранняя. Пятый час. Ну, уже светло. Так. Держитесь правее. Затем поверните направо. Поверните направо. Поверните направо. Хмельницкий. Welcome to Хмельницкий. Всем подписчикам из этого замечательного города всем привет. Поверните направо. Поверните направо. Поверните направо. Автосалон замечательный Двигайтесь прямо Смотри, насколько не ярко горят светофоры Сейчас же сумерки рассветные Эти семафоры и светофоры должны быть видны Грен знает куда и как далеко Искал я моды хорошие какие-нибудь Которые добавляют яркости Но он что-то на 1.43 не по каналу Хотя написано типа для 1.43 Но он там не стыкуется Не стыкуется, косячное освещение местами дает Покидаем Хмельницкий Еще раз всем подписчикам С этого замечательного города Большой привет Живите спокойно Не косячьте И будете ходить по улицам Не оглядываясь Так, этому что Северо-восток держим Восток, северо-восток Люблю вот этот момент Когда солнце только-только встает И начинается новый день Особенно вот мне даже Даже может быть не сколько этот момент А больше нравится Когда вот за горизонтом еще солнце И вот такая Зорка такая, рассветная такая начинается Уже вообще птиточка черникает Дэнс Картнигэста Картнигэста Сейчас рассветное небо и закатное небо Вот рассветит закат Идет прибер, конечно К тому, что было раньше Дупло полно Заправляться нам не надо Приготовьтесь к повороту налево Поверните налево Мы на главной У нас преимущества Картнигэста 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 Приготовься Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Сейчас налево. Такие волуняки. Поверните налево. Ой-ой-ой-ой. Случайно вышло. Непривычно все-таки. Огромные рамки дверные. Вот у Афарда. Ну, немножко узковатые зеркала. На мой взгляд здесь в игре. Идеальные зеркала в Евродрак это у Scania. Уэрки, по-моему, да? И Умана. Самые такие удобные, самые большие. А, еще очень большие удобные зеркала у пряника. У него вообще топчик зеркала, такие здоровенные лопухи. Приготовьтесь к повороту направо. Ну, выйти как бы, ну, нормально все видно, но... Хотелось бы, конечно, побольше, чтобы тут зеркала были. Поверните направо. Все большие зеркала. Это их удобно и... Удобно и безопасно. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Дождик вроде сегодня не предвиделось. Облака какие-то здоровенные, такие вот спереди. Очень бы хотелось, чтобы здесь в Евротрак добавили такие вот конкретные дождевые, грозовые облака. Чтобы прям, когда ты стоишь на светлой стороне, допустим, и на тебя надвигаются тучи, со светлой стороны эти тучи кажутся прям вообще адски темными. На самом деле, конечно, они обычные темно-серые, там какие-то, да, такие. Но когда ты на свету стоишь и со стороны света смотришь на эти тучи, то они кажутся очень темными и устрашающими. Блин, вот эту тему бы здесь раскрыли, было бы вообще зачерно. Прям такие, чтобы тучи такие, грозовые такие были. Ах! У меня здесь кроме мода на экономику, реальная экономика, у меня здесь погодных каких-либо модов, модов по текстурам, по трафику, никаких модов у меня больше не стоит. Ой, красный, красный. Опять разбарабанился. Так, зараза. Слишком сильно затормозится. Туши. 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 И поменяем тут. Туши. 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 вот хреновый эти светофоры при на виду все равно не очень нормально яркие реальной жизни вот эти светофоры современные вообще хорошо видно конкретно только если на них прямые солнечные лучи попадают тогда даже эти светофоры светодиодные засвечиваются приготовьтесь к повороту направо поверните направо где у нас там а вижу слева красный ну да где-то с него красного видео держитесь правее затем поверните направо поверните направо недостаточно яркий светофор вот недостаточно хотелось бы чтобы не конкретно поярче будет так что у нас там на кольце второй съезд так никого сейчас сейчас 7 Конечно, за 10 лет Что развивается эта игра Даром не пошли Очень серьезно улучшились текстуры Конечно же, в разы Игра стала современнее Но... Чувствуется, что От последних каких-то новинок В игровом мире По транспорту Даже Современные игры Вот эти Airbus Bass-симулятор На ней выглядят на порядок лучше Элементарная дождевая дорога В дождь Так, аккуратнее тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо чуть-чуть не хренов вас тут ямочки ткааки сделали участок ремонтируемые многие видно и понятно что это ремонтный участок Каких-то старых бы дорогах больше делали бы неровностей, как пардонных, так и поперечных Местами откровенно бы убогенькие дороги делали Ну, достаточно посмотреть по гугл-картам, и все станет ясно сразу, где какая дорога, в каком она состоянии Это же не стопроцентный симулятор, где дороги должны быть фотографически точными Да и то, вот ты сделаешь сейчас дорогу, это идеально, да, к примеру, вот здесь на карте А она через пять лет станет ужасной совершенно Так что это чисто дело автора, какую дорогу он здесь будет делать Она может быть и такой, и такой Но, конечно, исторические такие тенденции, где дороги сразу справляют, а где? Только латать успевают, или не успевают Вот, вот, пожалуйста, видишь, трещинки, и все, неровности пошли Вот, вот, можно же сделать, можно А в СС таких тверкостей не делают Эта карта модовая, ROI Extended Конкретно украинский участок В том и прелести всех этих карт На самом деле, вот, не только вот в каких-то вот моментах, которые делают эту карту похожей на... Двигайтесь прямо На реальный участок дороги, скажем, где-то То есть какие-то вот такие, где-то какие-то деревья, так вот, группой стоят, да, где-то памятники такие, да, и все, о, да, да, это похоже, похоже, да Но и ощущение того, что у тебя под колесами настоящая дорога, а не просто компьютерная гладь Вот от этого ощущения еще тебе становится совсем приятно Когда ты не по идеальной дороге едешь, а где-то какие-то вот неровности Даже в Европе вот такие дороги, ну, я сто процентов, на сто процентов вот скажу с уверенностью, что даже в Европе достаточно дорог с не очень хорошим качеством, особенно таких вот заштатных Особенно почему-то мне думается, что много провинциальных дорог не очень хорошего качества во Франции Ну, не в том смысле, что у него вообще раздолбанные должны быть, но какие-то такие вот специфические Второй съезд Специфические французские Сейчас съедьте С таким приятным, не очень ровным покрытием, но приятным Что у нас? О, 187 На кольце На кольце второй съезд Сейчас съедьте Сейчас съедьте Добро пожаловать в Киев Держитесь левее, затем поверните налево Поверните налево Это я удачно зашел до города, до Киева Что-то как-то пусто в Киеве Двигайтесь прямо Двигайтесь прямо Да Насколько эта спецоперация будет продолжаться, до каких, до каких границ мы дойдем, докуда вот скажи, пожалуйста Съезд Оставим Киев Нацикам Или заберем его себе Историческая Русь На кольце второй съезд. Киев по-любому должен быть российским. Сейчас съедьте. Потому что хоть как оставь Киев украинским. И что интересно делать с западной Украиной? Что делать? Нам не нужны те земли. Не нужен тот бешеный народ. Неадекватный. Со своими русофобскими настроениями. Я так думаю, что по ходу наши с поляками договорятся и разделят Украину. Украина заберет в себя запад. А мы себе остальную часть заберем. Центральную и восточную. Плюс юг. И не будет больше такого государства Украина. Может быть какое-то образование будет. Киевская область. Да нет. Республика Киев может быть. Республика Киев. Республика Украина будет. Я не знаю. Меньше соточки. Хорошо. Вот стоянка справа. Смотри, да? Она никак не обозначена. Ночью ее проскочить раз-два. Она толком да и не освещается. Хорошая дорога. Почему будем с километра? Двигайтесь прямо. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас поедем. Видео. 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 Стоим. Красота. А полицейским вообще до русского нет никакого дела, да? Да почему до меня какое-то особое дело нужно, да? Это послевоенная Украина, мирная. Здесь русскому человеку, не только русскому, но и вообще любому можно ездить спокойно. Да уж как в советское время. Поля, я вот все мысли об этой Украине, все мысли о том, что будет дальше? До каких границ наши доедут? Что будет? Европа вместе с Америкой, они ни в какую. Они до последнего украинца будут биться с нами. Они ни в какую не захотят отдавать. Тем более центральную часть. И как западную Украину оставишь? Ну как, 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 вот что там будет? Путин сказал, что полностью деноцификация Украины нужно пройти. И демилитаризация полная. В Украине не должно остаться своей армией абсолютно. Только полицейские силы, правопорядка и все. Другие страны будут гарантами безопасности Украины. Жили бы нормально. Нет, блядь, надо ведь. Вот была бы страна и страна. Не въебывались бы. Смотрите, зубы французские. И армия бы у вас стояла ваша. И Киев ваш. И Крым был бы ваш. Все остальное. Жили бы в мире и согласии с нами. Хотите в Евросоюз? Да идите. Только не лезьте в НАТО. Нехрен нас было злить вообще вот. Зачем? Ну понятно. Понятно, кому это надо было. Приготовьтесь к повороту направо. Ну а чё, блин. Зеленскому денег заплатили. Понятно, что он такой свадебный генерал. Понятно, что за такие бабки ему по большому счету чихать на Украину, он там не останется. Он не останется в Украине, а будет картинно страдать в блоге там каком-нибудь своем. И будет спокойненько жить себе. Либо в Европе, либо в Америке. У него денег немерено. У него миллиарды долларов. О чём ему вообще беспокоиться? Приготовьтесь к повороту направо. Беспокоиться. Поверните направо. Приехали. Ну как я и ожидал. двенадцатый час так ты чё тут шарашишься посреди дороги 12 час хорошо я очень даже удачно к обеду помыть их ли конец пути если будет хороший груз поедем дальше после обед так понял понял надо разворачиваться болен слева руки придется ехать туда что тебе так секунд нас ходить проверить их и на этом где развернусь там полно прицепов стоит придется заезжать как обычно наверно снежки придется управлять по зеркалам то я сомневаюсь что я заеду и пытаться то можно кстати так маленечко да да вот так вот это может так так тихо-тихо-тихо болезненько аккуратно аккуратно друг мой можно и заеду так не менее сейчас давай выравниваем ся вот так тихо-тихо-тихо-тихо тихо-тихо отлично да конечно не идеально но но нормально хорошо слушать по зеркалам ну прям спится специалист данную трака уши маневренный так забирайте свой прицеп так ну 12-й уровень я сейчас победю не победим смотрим на 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 есть есть опытный водитель теперь можно поменять трак есть мне на примете но у него комплектация хорош начинается только с двенадцатого уровня можно будет попробовать так хочу слушать такое какой же взяты давай цистерну какую нить дырку возьмем то не давая давай вот этот я что-то совсем эту сторону не развиваю так теперь нам надо встать на отдых часик покурим о заедем в гаражик так тут сервис давай в гараж заедем за некоторую сумму денег а на хрена тебе в гараж обязательно ехать вот слушай дорогой товарищ чуть-чуть там делать так а тут гараж но здесь я хочу никакую такую не вижу розмарк так здесь тротуарчик я думаю здесь статут люди гуляют стоять тут нельзя не знаю что то я не хочу сюда заезжать поехали на сервис поехали на сервис тем более что не мешало бы кое-какое обслуживание траку провести посмотрим посмотрим все посмотрим все проверим так вот впереди сервис так заедем здесь поставим свой трак и узнаем как мы сможем обслужить свой тягач может быть даже может быть даже сегодня никуда не поеду уже ну время покажет как говорится что ж друзья спасибо за просмотр оставляйте комментарии оценивайте это видео подписывайтесь на канал бейте в колокол чтобы в курсе выхода следующих новых видео переходить по ссылкам под этим видео на мой второй канал на youtube и на мою страницу вконтакте добавляйтесь буду очень рад смотрите вконтакте мои скрины по как по америке так по евротрак ну и конечно же по суровке по сурову да по россиюшке так ну на этом все возможно следующая серия будет уже с другим траком почему я его меняю в целом трак неплохой но честно скажу ребята из-за вас не очень вам заходит фортов макс ну сразу же резко просмотры постепенно а потом еще резче просмотры упали ну а я как бы ну хороший хороший трак я не так за него зацепился прям чтоб прям держаться за него конечно он классный он удобный он достаточно мощный но такова сэлеви брат ну я и не хотел кстати скажу я не хотел долго ездить на каком-то одном траке достаточное количество рейсов прокачусь и дальше меняю в этом своем профиле здесь в реальной экономике я буду брать самые такие нормальные и какие-то такие посредственные моды грузовиков а самые такие нормальные и буду их катать длительное время какое-то сколько-то рейсов чтоб получил узнать этот тракт ну и вам получше его показать ну вот друзья как то так так что смотрите следующую серию обязательно в колокольчик и подписочку всем спасибо всем пока увидимся до новых волнующих до новых встреч до новых встреч до новых встреч